В Славянске на Кубани к спорту особое отношение. В городе работают 10 спортивных учреждений, в которых ведется подготовка спортсменов по многим направлениям. Проводятся всероссийские краевые районные соревнования. Жители города и подрастающие поколения чтят и приумножают спортивные традиции. На прошлой неделе в городском Доме культуры подвели итоги спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в 2016 году. В Славянске стала традицией проведения комплексных спортивно-массовых мероприятий – городских спартакиад. Это прежде всего спартакиады трудовых коллективов, молодежи, спартакиады среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья, а также соревнования команд летних дворовых площадок. Первый опыт проведения соревнований в 2007 году оказался успешным. Тогда были сформированы производственные команды. С каждым годом количество участников спартакиады увеличивалось, что говорило о желании горожан вести здоровый образ жизни. За 10 лет в ней приняли участие трудовые коллективы из 97 учреждений, предприятий и организаций. Спорт объединил людей разных профессий. В 2016 году 22 трудовых коллектива приняли участие в юбилейной 10-й спартакиаде трудящихся города Славянска-на-Кубани. Среди них и педагогический коллектив Славянского сельскохозяйственного техникума. Впервые за многие годы им удалось стать лидерами. К этой победе мы шли долго, постепенно. С каждым годом все сдруживались, сдруживались. Организовывали все больше и больше тренировок. До последнего мечтали об этой победе. Но победа решилась на последнем виде соревнований. Водное поло. Наши ребята реально постарались и вырвали эту победу. Столько было эмоций, столько было радости. И, соответственно, отступать уже больше некуда. На следующий год только такая планка. Но не только педагогам СХТ удалось вырваться в лидере. Среди участников городской спартакиады молодежи – студенты техникума. Они также оказались в числе победителей. Для выхода на городские соревнования наши спортсмены проходят межтехникумский уровень. И выбирают самых лучших спортсменов. После чего на городских чаще всего мы занимаем первое место и едем на краевой уровень. Больших успехов в прошлом году в спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе добилась и команда специалистов пенсионного фонда во главе с руководителем Лидией Скоробогатько. По итогам спортивных соревнований в рамках спартакиады прошлого года им удалось занять первое место. Мы уже на протяжении многих лет активно принимаем участие в спартакиаде, но вот второй год уже занимаем призовое место. Я, как руководитель, очень довольна. Это влияет и на настроение, и на здоровье, и вообще на настроение в коллективе. Более 29 тысяч жителей города занимаются физической культурой и спортом, что говорит о том, что Славинск-на-Кубани – территория спорта и здорового образа жизни, отметил в своем выступлении глава города Александр Коновалов. Благодаря общим усилиям и стремлениям сегодня мы можем гордиться, в каких масштабах проходит наша городская спартакиада трудовых коллективов. Ее участники – непрофессиональные спортсмены. Это люди, которых объединяет любовь к спорту и сила активной жизни. За сотрудничество и содействие в проведении спортивно-массовых мероприятий в 2016 году благодарностью главы города были награждены директора спортивных учреждений, руководители учебных заведений, руководители предприятий города. В качестве музыкального подарка для гостей праздника спорта выступили творческие коллективы городского Дома культуры. Городская спартакиада – это маленькая жизнь, причем яркая и насыщенная. Спортивные баталии, радость побед, горечь поражения. Кто хоть раз побывал на спартакиаде с момента ее закрытия, уже с нетерпением ждет следующую. Кстати, стартует она уже в феврале 2017 года. Тина Копачевская, Георгий Каленин, программа «События».